Саратовский ледокол можно поднимать. Такой вердикт вынесли специалисты, обследовавшие судно на глубине. Речь идет о корабле, который затонул у берегов Энгельса более 35 лет назад. Построенный в 1885 году в Англии первый в мире речной ледокол саратовский имеет богатую биографию. Он перевозил вагоны при строительстве железной дороги, принимал участие в обороне Сталинграда и возведении моста Саратов-Энгельс. Несколько лет велись разговоры о том, что славное судно нужно поднять на поверхность и открыть на его базе музей речного флота. Недавно затонувший ледокол обследовали спасатели, расчистили трюмы от ила и песка. Специалисты сообщают, что палубы судна и внутренности практически не сохранились, но металлическая двухсантиметровая стенка в удовлетворительном состоянии. Большое количество из трюмов ила, бревен, порядка 15 бревен длиной от 10 до 14 метров. Можно говорить о том, что каких-то серьезных повреждений в стенках, имеется в виду коррозия, механические повреждения. В стенках ледокола наши водолазы не увидели. При наличии соответствующей грузоподъемности кранов его можно пытаться поднимать. Судно лежит на глубине 5 метров, и для его подъема понадобится кран грузоподъемностью не менее 350 тонн. Подобная техника есть в Волгограде. Региональное управление МЧС разослало письма с запросами информации о ледоколе и возможности его подъема. Ответа пока нет. Об источнике средств на создание музея речного флота и цене вопроса говорить пока рано, считают в областном правительстве. Прозвучала информация, что, возможно, появится некоммерческая организация, которая займется сбором средств. Продолжение следует...